Я ночью. Надо брать себя в руки, завтра встану на час раньше, сделаю зарядку и красиво оденусь. Я утром. И так сойдёт. Работать надо очень усердно и без выходных, чтобы потом позволить себе самые дорогие антидепрессанты и крутого психотерапевта. Вот это я понимаю, правильная мотивация. У моей соседки самая лучшая работа. Она забирает к себе толстых котов и помогает им похудеть, чтобы они нашли новый дом. Её новый гость уже сбросил 2 килограмма. Отвлекитесь от всех проблем и узнайте, какой вы котик по месяцу рождения. Январь котик гламурный. Февраль котик влюблённый. Март котик балерина. Апрель котик всезнающий. Ой, это я. Май котик хлебушек. Июнь котик зайка. Июль котик меломан. Август котик задумчивый. Сентябрь котик с первой парты. Октябрь котик шустрый. Ноябрь котик стильный. Декабрь котик работящий. Пишите в комментарии, какие вы котики. И да, друзья, всем привет. Меня зовут Алексей Сова. И сегодня у нас новая подборочка приколов с котиками. Поехали. Кот, уйди, ты мне весь вид заграшиваешь. Я и есть вид. Новая часть Гарри Поттера великолепна. Только не сгрызарин, только не сгрызарин. Ммм, когти мрвал, кусин дуй. Нет, постойте. Жри финдор. Кусин дуй, когти дран, тыгды киндор, облизерин. Мануальная терапия. Ммм, а может лучше манульная терапия. Маскировка 100. Лето просто наступает. Я... Как можно в такую жару жить? Раньше. Мне нужно разнообразие в одежде. Сейчас. Мне нравится эта футболка. Куплю таких пять одинаковых. И десять пар одинаковых носков. Вашему вниманию самый шладкий шоколадный кексик. Ммм, с голубикой. И черносливом в тапке. Я, проснувшись потный, как свинья, в комнате раскаленной до температуры ада, после того, как всю ночь боролся за свою жизнь, спасаясь от комаров и задыхаясь от недостатка кислорода, но зато на дворе лето. Обожаю лето. Весь год его ждал. Кто рано встает, тот первым гладит сонного кота. Кто пишет, кто рано встает, тот идет кормить кота и убирать лоток. Я. Мне страшно и тревожно из-за большого количества работы. Мозг. Предлагаю тогда вообще ничего не делать и залипать в интернетах. Я. Давай. Это же не мем, это моя жизнь. Нравится минималистичный дизайн у вас дома. Никаких лишних вещей. У вас хороший вкус. У нас сраный кот. Кто в себе не носит хаос, а тот никогда не породит звезды. Очень раздражает, что после моих слов «не хочу» часто идет вопрос «почему?» Да потому что мне нафиг не уперлось делать то, что я не хочу. Нет, ну ты все-таки объясни, почему? Жизнь с собакой или котом на 90% состоит из того, что вы ходите друг за другом, чтобы проверить, кто там что жует. Чё ты тут жрёшь без меня? Не, я такое не буду, но ты все равно дай. Батя, три года назад. Да, у меня кнопочный телефон и интернет мне дома нафиг не нужен. Телевизор есть. Батя сейчас звонит. А ты ставишь на ютубе лайки, когда они просят в конце? Я вот думаю, что нужно ставить. Люди старались, собирали информацию, монтировали видео. Я ставлю. Батя молодец. И вы ставьте. Это очень редкий цветок. Пухликус полосатикус. Потрясающий окрас. Лежит, стоит. Хранитель леса. Котофей. Какой милый цветок. Сладко уснули. Кто пишет, показалось, что чёрный зевает. Не, у него окрас такой. Настоящая любовь. Шикарная котопара. Он рад, что его забрали. Какое разное выражение в глазах. Котя принёс для вас счастье. Спасибо, мистер кот. Осторожно, злой кот. Там написано welcome, но чё-то выглядит так, как будто не надо туда входить. Кошечка и её копия. Идеальная парочка. С левом лем, справа блем. Какие они милые. В качестве бантика. Как объяснить коту, что... Первое. Не нужно бросать все свои дела и даже сладкий дневной сон и скакать, как лошадь, на кухню каждый раз, когда хозяин туда идёт. Может он посуду мыть идёт. Да, 20 раз в день. Второе. В туалете хозяину не нужны наблюдатели. Нет, никогда не нужны. А если лежать и ждать его под дверью, то можно получить ей полбу. Третье. Хозяин не утонет в ванне и вернётся оттуда, как только сможет. И не надо его контролировать там. Четвёртое. Если дверь закрыта, то она закрыта. И нет, открывать хозяин её не будет, потому что закрыл её именно для того, чтобы вашей кошачьей ноги там не было. Пятое. Если утром бежать на кухню, путаясь под ногами у хозяина, то завтрак быстрее не настанет. А вот травма хозяина или кота вполне себе запросто. Шестое. Пылесосы и фены не едят котов. Седьмое. Если хозяин смотрит в книгу, телефон или ноутбук, то ему не требуется дополнительная меховая усатая прокладка между ним и вышеперечисленным предметом. Восьмое. Если хозяин достал ведро, тряпку, веник и другие интересные предметы, то это не значит, что хозяин хочет играть. Это не кошачий квест и не надо носиться по ковру, как на скипидаренный. Девятое. Хозяина нужно любить искренне, а не в своих корыстных кошачьих целях. Алло. Кошечкина полиция. Тут двуногие совсем сумасшедшие. Правила какие-то придумал. Разберитесь срочно. Самый красивый кот. Как тебе торт в виде котика? Блин, я бы даже не осмелилась его нарезать. Тот самый сотрудник сотовой связи. Готов принять все его предложения. Котя внимательно наблюдает. В главной роли капитан Кот Воробей. Едут на море, милота. Удобно сидит. Да снимите его уже с меня. Фото с новым другом. Как им пользоваться? Для обработки рук. Зашли в магазин, а тут. Ха-ха-ха. Ну да, довольно милый антисептик. Ну руку подставляешь, и он такой... И облезал. Ну, возможно, укусит еще потом. Самая милая фотография. Микрожубки. Очень удобно. Сел на шею. И лапки свесил. Притворился, что потерял сознание. Несите Оскар. Хорошая работа, Олег. Или ты не Олег. Ну, молодец, короче. Тайна раскрыта. Вкус новое. Хорошая новость. Как твои дела? Спишь? Смотри, какую мы с папой малютку завели. Самый милый кусь. Ультра-насилие. Какой необычный котик. Сгусток пушистой тьмы. Котик любит всех наших подписчиков. Внимание, на торт объявлена охота. Я, когда у меня с первого раза не получилось сделать что-то, в чем другие практикуются годами. Я умываю лапки. Секунда на этой планете равна трём часам на Земле. Отлично, здесь мы и подождем кушать. Я, смеющийся над своей же шуткой, даже не начав её рассказывать. Всех сдал. Бабка из восьмой квартиры кулич светить ходила, а Наташка из семнадцатой в подпольный фитнес-клуб бегает. А Ванька из шестой, когда не пьян, по пять раз в магазин ходит. А меня они толстым называют, а я не толстый. Когда делаешь что-то и вдруг вспоминаешь слово, которое вылетело из головы пару часов назад. Аутентичность. Психопат просто кушает банан. Адекватный человек. Когда мама отправила тебя в магазин. Хуханку блеба. Мачку пасла. Колкило портошки. Филиное курье. Кыр сосичку. Покурозные калочки. Работа из дома. Ожидание. Домашнее какао. Солнышко. Любимая музыка. Прогулки за вкусностями в перерывах. Реальность. В час дня почистил зубы. В пять вечера позавтракал кукурузой из банки. Чешешься. Этот маленький клуб только что нагло проник на стол и съел пирожные, которые мы оставили вам с папой. Вот что мне теперь с ним делать. Карты говорят, что у тебя обязательно все получится. Но через жомпу. Хватит ржать надо мной. 160 сантиметров. Это средний рост. Вот бы сейчас покушать горяченьких бутербродиков с колбасочкой и сырочком. Кто-то показывает мне дорогу. Я с топографическим кретинизмом понимаю, что все равно ничего не запомню ни с первого, ни со второго раза. Понял. Навигатор себе скачай. Зуб начинает болеть. Я. Сейчас, зубик, мы тебя почистим. 101 тысяча шестьсот двадцать восемь раз и все у нас будет хорошо. Отмените ваше раннее утро. Я вас умоляю. Мой кот огорчен невозможностью показать моим коллегам задницу на созвоне. Это как я так, блин, такие бока отожрал? Ты видел сколько времени? Да. Время идти шуршать пакетами. Заберите меня в город. Я устал огород поливать. Тут почему нет расчета? Простите, начальник. Я просто кот. Давай, вставай, раз уж ты глаза открыл. Я задолбался. Хочу в отпуск. Хватит портить мне жизнь, урод. Чего бы такого поделать, чтобы быстрее наступила ночь и я лег спать. Блин, сейчас опять буду постоянно считать дни до выходных, но сами выходные будут пролетать как одна секунда. Мой кот лежит где хочет. Я буквально постоянно, когда в руках телефон. Недосыпчик. Недосыпчик корма в миску. Празднуем лежание дома весь день. Какой же ты молодец, проснулся в два часа дня. Просто умничка. Не хочется это признавать, но я само совершенство. Надо по-тихому уйти и спрятаться. И да, друзья, по-тихому уйти не получится. Вот к этой картинке вы можете придумать прикольную подпись и написать свой вариант в комментарии под этим видео. И лучшие из них попадут в следующий выпуск. Поддерживайте этот ролик лайком, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И смотрите другие мои видосы. Чекайте все ссылочки в описании. А впереди вас ждут ваши лучшие комментарии к предыдущему выпуску. С вами, как всегда, был Алексей Сова. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»